здравствуйте дорогие друзья подписчики и подписчицы я рад вас приветствовать на канале посвященным аквариумным рыбкам который называется пар сегодня я хотел бы провести небольшой обзор на корма для аквариумных рыб от компании зоомир наш отечный производитель из санкт-петербурга зоомир делает корма не только для аквариумных рыб но также для грызунов птиц рептилий и земноводных а также различные средства по уходу за водой и растениями в аквариуме но сегодня у нас обзор именно на новинки так сказать по крайней мере для меня потому что в наших зоомагазинах ближайших моему дому они эти корма появились совсем недавно это корма гурман гранулированы по цифрами 1 2 и 3 что хотелось бы изначально сказать почему эти цифры указаны на этих кормах все дело в том что один можно посмотреть ниже это 1 миллиметр 2 миллиметра и 3 миллиметра то есть это размер самих гранул для кого подходят эти корма как вы для мелких так и для средних рыб сейчас мы раскроем упаковочки посмотрим повнимательнее их и могу сказать то что особо крупную рыбу конечно же даже трешечкой кормить не рекомендую достаточно все равно будет мелкий ну конечно смотря какая для вас рыба крупная для меня например крупная рыба это сантиметров 20 примерно для 20 сантиметров рыбки такой корм будет мелковат давайте раскроем упаковки и посмотрим как они будут выглядеть в открытом виде достали мы упаковочки и сразу хочется начать с небольшого минуса минус это сама упаковка как вы видите упаковка сделана не очень качественно то есть нет зиповского замочка если и вскрыли будет будьте внимательны потому что корм будет рассыпаться в коробочке коробочку пересыпать нет возможности потому что здесь отверстия соответственно хранение будет постоянно открытой будет выветриваться ну и вообще будет рассыпаться что для меня неудобно немножко хотелось бы рассказать о самих гранулах я самому корме данный корм универсальный гранулированный для большинства обитателей аквариум подходит причем не только для рыб но и даже для рептилий и так далее гранулы тонущие изготовлены по специальной технологии в поверхность слой гранулы видеонатуральный активный стимулятор который стимулирует аппетит что придает им особую ну достаточно хорошую поедаемость и привлекательность для рыб корм отличается высокой усвояемостью как утверждает сам производитель и не замутняет воду также есть несколько рекомендаций по кормлению от самого производителя данные производители рекомендуют кормить один три раза в день я рекомендую кормить только один раз в день максимум два максимум небольшими порциями которыми рыбки могут съедать в течение нескольких минут но и как всегда он предупреждает производитель предупреждает о том что не стоит перекамливать рыбу следует иметь ввиду что несъеденные остатки корма является причиной порчи воды и многих заболеваний рыб особенно при избыточном кормлении то есть если вы будете кормить три раза в день дальше давайте посмотрим и узнаем что же все таки составе корма а составе корма белки минимум 36 5 жиры 5 и 6 зала 11 6 процентов и влажность до 10 процентов каждая упаковочка содержит 30 грамм корма видно с одной и другой стороны а также обратить внимание на дату изготовления она находится в правом нижнем углу но при этом она бывает разный как видите здесь хотя я производитель один и тот же санкт-петербург здесь на протип пропечатана август 2016 изготовлена на других упаковочек может быть написано иначе как вот здесь например видите уже не пропечатана а именно на самой упаковке изготовлена июнь 2016 конечно же я еще не сказал о самом главном из чего все-таки этот корм состоит без процентных соотношений а состоит он из следующих ингредиентов гомарус трубочник мотыль мука рыбная мука травяная мука пшеничная мука креветочная морские водоросли спирулина витаминно-минеральный комплекс на этом все мои дорогие друзья это и все что я вам хотел сказать про эти корма которая недавно обнаружил своем зоомагазине дальше вы можете посмотреть как поедает эти корма рыбки а я с вами попрощаюсь на этом все всего вам доброго и до новых встреч до свидания а Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова